Здравствуйте! Вы смотрите «Главное время местное». О важных событиях в жизни Ростовской области расскажут наши партнеры, городские и районные телекомпании. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как показал анализ, чаще всего жители Каменска высказывали претензии по поводу работы жилищно-коммунального хозяйства. Например, буквально через несколько дней после встречи в микрорайоне Шахтерском по просьбе жителей в доме номер 44 по переулку Полевому была заменена кровля. Жаловались шахтерцы и на обилие мусора в районе телевышки, а также на нехватку контейнеров. Чтобы разобраться в проблеме, глава создал комиссию во главе с первым замом Вячеславом Ковалевым, которая и пообщалась с населением этого района. Жители рассказали, что после встречи с мэром ситуация здесь заметно изменилась. Спасибо Ивану Семеновичу, выводится, убирается. Я не в части убираю у контейнера. Площадки вообще, с Катовского перенесли, у себя не хотят, чтобы грязь была. Она куда-то забралась. Но, к сожалению, по вине нерадивых каменчан, проживающих в микрорайоне Шахтерском, контейнеры все же обрастают строительным мусором, старой мебелью. Строительные материалы, так же, как и все остальное, это запрещается. Значит, ветки, если вы складируете, то они обязательно должны быть порублены, связаны шкутом и складированы аккуратно. Так же, как и коробки перемотаны, листва только в пакетах. Должны заметить, что этот выезд комиссии не станет последним. Работа в данном направлении будет продолжена. За период времени, прошедший после завершения встреч мэра с населением, был также отремонтирован канализационный колодец по улице Московской. Выполнена работа по отсыпке дороги по маршруту автобусов номер 13 и 14. В микрорайоне Заводском по улицам Дорожной и Заводской восстановлено освещение. Выполнен также и ряд других поручений градоначальника. На сегодняшний день, те вопросы, которые еще не выполнены, не забыты, ни один вопрос не останется без рассмотрения и ответа мэра и без должного внимания руководителей отраслевых служб города. Встреча с населением выявили те проблемы, над которыми еще предстоит работать. Постоянно вести открытый диалог с жителями города, который, собственно говоря, и поможет оперативно решать все возникающие проблемы. Перспектива окончания строительства детского сада в селе Марьевка Матвеево-Курганского района решена. Проблема возникла из-за конфликта жителей со строителями. На сходе селян стали ясными все вопросы. Подробности у премиусия. Сход граждан был организован администрацией Матвеево-Курганского сельского поселения. Присутствовали на нем более 20 местных жителей, руководство сельской и районной администрации, также участковый полицейский Матвеево-Курганского отдела МВД и пресса. Обсуждалась драка между бригадой из Украины, строящей детсад, и местными жителями. Сейчас один из строителей находится в больнице. Виновником грозит статья 115 Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Из участников и очевидцев драки на сход никто не пришел. Как сообщил присутствующим заводелом образования Александр Благодарев, бригада строителей после случившегося была вынуждена покинуть Марьевку, в связи с чем строительство детсада приостановлено. Что касается местных ребят, избивших строителей, с ними разбирается полиция. Люди задавали вопросы по поводу процессуальных действий полиции по факту драки, на что участковый Сергей Макарев разъяснил статью и санкции, предусмотренные уголовным законодательством. В общем, разбирательство по факту драки идет, и точку в этом деле поставит суд. Главное, что обсуждалось на сходе – перспектива окончания строительства сада для детей. По данному факту замглавы района Сергей Голубов сообщил, что ранее детский сад планировали открыть к 25 декабря этого года. Однако в связи с инцидентом сроки отложены на пару месяцев. Поскольку бригада прежних строителей не вернется на объект, ремонт его будут доделывать, скорее всего, другие строители. Я знаю, что мы не успеем до 25-го. Обещали до 25-го, а вот этот вопрос и все. А то, что сделают, это 100% сделают. Уже, ну, вы понимаете, мебель стоит, ну, как не отремонтировать детский садик? Ну, это уже другой вопрос. Вы понимаете? То есть садик будет. Но не в сом. А вот ремонт многоквартирных домов в поселке Надежда обошелся без эксцессов. Жители довольны и сроками, и качеством работы. Теперь зима им не страшна. Построенные несколько десятилетий назад, эти два дома в поселке Надежда давно уже нуждались в ремонте и представляли собой довольно удручающее зрелище. У них было очень плохое состояние дома, проводка была, крыша текла. Вообще страшное было это дело. Балконы обвисшие были. Сейчас вот все сделано за счет средств областного бюджета. По целевой программе ремонт многоквартирных домов из областного бюджета было выделено около 2 миллионов рублей. Ну, надо сказать, чтобы попасть в эту программу, это не просто написали заявление. 20% домов должны быть созданы ТСЖ. Вот из четырех домов, значит, в Подлесном сделали два дома ТСЖ создали. И частная управляющая компания. Здесь, значит, Карнау взял как частную управляющую компанию эти два дома. И они выполнили условия программы. И после этого только нас включили в программу. Значительному улучшению условий жизни радуются и жильцы, и их близкие. В этом доме живет моя дочь с детьми. Довольно, ремонтом довольно, да. Тепло, в подъездах закрывается, теплее стало, да, чище и лучше, да. И крыша не течет. Хорошо. Довольно. Моя дочь довольна. В чем смысл жизни? Вот такой непростой вопрос в завершении выпуска. Ответ на него знает Василий Байбарин. Преподаватель физкультуры, мастер с золотыми руками, он занимается резкой по дереву. Серьезно болен, но не теряет оптимизма. О том, как научиться бороться с трудностями и найти себя, далее расскажет Каменская телекомпания. Три раза он стоял на пороге смерти. Врачи боролись за его жизнь. Перенес сложную операцию по удалению почки. Но тут новый удар. Болезнь Бехтерева, которая в любой момент может привести к полному обездвиживанию. Как следствие, инвалидность с дальнейшим прогрессированием болезни и прощанием с любимой работой, преподаванием физической культуры. Такие трудности могли сломить любого. А наш герой с ними справился. Сила ему подарила увлечение, которое стало смыслом жизни и отодвинуло болезнь на второй план. Это резьба по дереву. Василий Иванович признается, в семье Байбариных у всех мужчин руки были золотые. Дед занимался лепниной, отец – строительством. Свой талант он открыл случайно, в 1982 году, когда работал в пионерском лагере. А мне повезло еще, что я встретил преподавателя, его Полеев, Евгений Петрович. Ну, я где-то минут за 20 и понял, как это делается, как резьба. Я сделал доску, он посмотрел, говорит, эта доска стоит 3 рубля. Тогда в магазинах эти доски продавались по 18 копеек. Первый удачный опыт вдохновил Василия Ивановича. И вот уже больше 30 лет с помощью резака, обычного дерева и своей неограниченной фантазии он создает неповторимые шедевры, которые выставляются на областных, всероссийских и международных выставках. А ведь первоначально, вспоминая супруга Любовь Васильевна, резьба воспринималась как один из многочисленных способов найти себя. И вот он вот как бы стал увлекаться, искать себя, искать себя, искать себя. Как-то вот, и вот Полеев ему подсказал. И вот, а потом у него стало получаться. Резьба по дереву настолько удавалась, что в 1991 году Василий Иванович стал лауреатом всесоюзного конкурса декоративно-прикладного искусства. Никаких проектов и набросков мастер не делает. Просто берет заготовку и начинает творить. Умение его также творить Василий Иванович пытается передать и своим ученикам. Их уже достаточно много. Большую часть времени Василий Иванович проводит в мастерской, которую соорудил сам из старого сарая. Сегодня здесь, как в музее, шедевр рядом с шедевром, а кругом удивительный запах дерева. Вот так любимое дело спасло жизнь и стало ее смыслом. Разумеется, чудесного исцеления не произошло. Василий Иванович дважды в год проходит интенсивную терапию в областной больнице. Увлечение помогает жить и бороться с недугом. Своим секретом он готов поделиться с любым, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Когда ты что-то делаешь, у тебя появляется смысл жизни. И я желаю тем людям, которые хотят что-то, нужно браться смело и искать свой путь. И получить удовольствие от жизни. Это были главные новости из удаленных уголков Ростовской области программы вела Таисия Киргеева. Увидимся завтра на областном телеканале Южный регион Дон в 20.50. Не пропустите главное время местное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова